Я не знаю, посмотри в интернетах средний размер, мэппи у тебя не такой уж и маленький. Можно как-то упасть чётко? Добро пожаловать на одну из первых рулеток PlayerUnknown's Battlegrounds! Именно у нас! Реферальная система, внутренний маркет предметов и возможность выиграть с любым процентом! Ставь и выигрывай на pubgselector.ru Я снова дышу! Ну что ещё? Привет, много девушек пишет в ребят, желающих отношения к ним. Нет, немного. Намного меньше, чем ты думаешь. Ну, думаю, блин, все же знают, что я мизантроп, поэтому мне многие они бы побоялись писать. Я, ну, мне как бы дота, для меня это второстепенная игра. Я просто играю, понимаю, что у меня ПТС апаются, да? Это не значит, что я планировал их апать. Они у меня апаются, потому что я играю с интересом, без тильта, понимаешь? Я же в доту, как бы, опыт миллион лет. Спасибо. Тут, конечно, хуй все подберёшь. Скорее всего, я сейчас умру. Это стандарт, блядь, на дауничах. Какие уколы, я жив. Как я долго там стоял. Но сколько я взял, ебать. Это просто нечто. Это просто нечто. Сейчас будем бустироваться. По самое я не хочу. Тупо споймал элитного шныря курьера. Интересная ситуация. Чего с дробашом сидит за той дверью? Профал. Как будто, бля... Ну что еще? Как будто проебал жизнь. Купари, Слав, как относишься к кварталу 95? По моему мнению, такое себе, но очень понравилась пародия на игру. Пристоило, чекни как-нибудь. Удачи, пук. Это КВН? Квартал 95? Или что это? Это вроде КВН. Я КВН не люблю. Мне как бы... Мне чужд юмор. Да, стандартный. То есть, вот людишек. Я комедии не смотрю, КВН не люблю. Бля, это спор горил с Ласт Игры. Ты че? Против инспектора! Против Виктора! Против инспектора! Вот это у меня, конечно, позиция, Рафлан ебала. Не зря я в эту вышку заломился. Тут работу могу вести. А я вижу чела, ура, наконец-то. И меня стреляют, охуенно. Ты что, блядь? Бать, и не мой фрагов, и-ка. И че ты орёшь, как МКК. Теперь Манкикингом себя возомнил. Блядь. Сорри, я слишком на игре сосредоточен, чтобы пытаться понять, о чем речь. Это пошли на заебало гудить. Лежать. Что еще? Отстрел дебилов. Ща, я думаю, умру. Да. Или нет? Да! Ты, конечно же, тупой. Я же не написал, что ты сейчас сдохнешь. А спросил, умер ты уже или нет. Может, просто блядь. Как же вовремя. Добрый почонтик! Челик, донатят, ничего не скажешь. Я знаю только где один, я знаю, что он там. А еще один? Я не буду двигаться, не буду стрелять, потому что где-то еще один есть. Блядь, я не первый заметил. Ну, это ну, очень успешная игра. Блядь. Ой, блядь. Там еще сзади, оказывается, был чел. Даже после этого убил, я бы умер и не в, получается. Ну, или я не понимаю, как всегда, откуда стреляют. Как вариант. Я постоянно не могу понять, откуда стреляют, потому что в этой игре звук слишком багнутый. Это факт. Ну, что еще? Спорить с этим быть дауном. Мне 16 из-за хуйной генетики, мне достался супер маленький член, а штуку для увеличения не продали, так как нет 18 хелп комплекса. Так, давайте по очереди донаты. Расшифровка. Короче, ты разочарован в людях, как виден, но в душе все равно веришь в людей. Нет, не верю в людей. Иначе бы не бомбил от пухи славы на хейтерах, потому что не ожидал людей ничего доброго. Где ты видишь, что я бомблю от них? Ну, ты можешь мне привести пример? Когда я бомбил от пухи славы? Пухи славы на хейтерах. Я не бомблю от хейтеров, в смысле бомблю. Как раз и ожидаю, как раз то, что хейтеры, ну, делают, как-то пытаются мне испортить контент на стриме, как-то навредить и так далее. Я-то ожидаю, конечно же. Да, я не ожидаю от людей ничего доброго. Ты также переоцениваешь свою аудиторию, советуя годные вещи и иногда говорят такие вещи, которые поймет не каждый. Ну, блин, ну не все же. Почему тут моя аудитория? Любая аудитория на Твиче состоит, короче, из большинства даунов. И там, ну, некоторые адекватные, некоторые умные. Понятно, что в любом слое общества, любой слой общества, какой бы ты ни взял, там везде будут большинства даунов. Значит, переоцениваю аудиторию, советую годные вещи и говорят такие вещи, которые поймет не каждый. Привет, папич, впереди слово со своего сленга. Кто такой углеродыч? А, тут я ответил. Привет, сорян, если умрешь с моего доната. В общем, донатчу тебе первый раз, ты являешься моим кумиром. Не представляю, как выгодно быть тем, кем ты хочешь быть и абсолютно не зависит от чужого мнения. Давно очень хотел как-то с тобой пообщаться, надеюсь, что зарплаты хватит. И потом этот человек пишет, что у него, типа, 16 маленький член, супер маленький член из-за охуенной генетики. И я должен думать, что это не троллинг. Короче, вкратце, ну, я вообще с людьми не общаюсь. Тебе и зарплата не понадобится твоя. А по поводу твоей генетики, я не знаю, что тебе сказать. Потому что я даже не уверен, что меня не троллят. Я не знаю, посмотри в интернетах средний размер. Мэбби у тебя не такой уж и маленький. Мэбби ты себе накрутил что-то. Мэбби у тебя комплексы. Зачем я вообще отвечаю на это? Добрый почонтик. Ну что еще? Добрый почонтик. Общение равно ответы на донаты, ведь получается диалог. Спасибо, что хоть что-то ответил, несмотря на гнилую репутацию от тупых геев-даунов. Я не рафлю, в этом и суть. Что я чекал миллион сайтов со статистикой, и у меня даже хуже, чем на самых низких значениях. Мэбби можно жить как ты соло, лишь для себя. Самые низкие значения, так это же, я так понимаю, анивэ у тебя в пределах нормы, скажем так. То есть не болезнь, это не болезнь какая-то. Я не знаю, что не сказать, блин. Что тут можно сказать? Ну просто даже ничего в голову не приходит. Вот это что сам ответил, что какие-то там низкие значения, да. То есть, насколько я понял, что это не какая-то там болезнь. Если не болезнь, то хули ты паришься. Не, донат это еще куда не шло, да. Просто некоторые челики, там ВК, которые добавлялись за деньги. Там был один чел, который ко мне добавился ВК за деньги. Он постоянно хотел общаться, это пиздец. Он постоянно хотел общаться. Он мне столько писал первое время, и я просто охуевал. Правда, потом он понял, что ну я мизантроп. До него дошло наконец-то. До многих, знаете, когда вот я говорю людям, что я мизантроп, до них не доходит. Они думают, что это, ну типа... Они знаете, что думают? Они думают, о, он себя назвал красивым словом. Таким крутым... Они думают, что это крутое слово. Типа, красивым словом себя назвал. До них не доходит, блядь, что по факту говорят им. Я не умру, надеюсь, я сейчас прыгну, блядь. Сейчас буду убирать вот так вот. Блопахуена. Мечта. Ой, я умираю, лол, блядь. Я умер? Земля пухом. Что я творю, блядь, надо сосредоточиться. Ну все, в круге успеваю на изичах. Даже тачку поменяю там, помните, я ставил тачку. Я оставил у вас железная крыша. Я помню, где он находится. Рафлан ебало. Только не убивай меня мотоцикл. То есть знаю, только уходи все. Идеально! Батя! 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 Идеально, смотрите, идеально! Идеально в тайминг! Бля, какой же я батя? В тайминг! Т! Тайминг! Какой же отец? Рашин тут. Зарашил! Зарашил, сука! Даун! Бля, он там сидел сразу. Ну что еще? Ну я, бля, тупой. Здравствуй, величайший. Привет, работе. Надо выговариваться. Выговариваться надо, бля, не знаю, в крайнем случае близким людям. За счет ты, зачем ты, зачем ты выговариваешься постороннему человеку и на огромную толпу людей, которые, ну, многие с тебя будут смеяться. Ты сам понимаешь, много всяких новых. Незнакомому человеку еще и толпе людей, которые с тебя будут смеяться. Андрей Мельниченко. Я успешный бизнесмен, но у меня занижена самооценка. А где, что по твоему, лучше компенсатор или глушак? Глушак, ну, компенсатор лучше, как бы, ну, для стрельбы компенсатор лучше, очевидно. Это так понятно, что это звучание. Я успешный бизнесмен, но у меня занижена самооценка. А ты, несмотря ни на что, считаешь себя умнее и лучше всех. Дай мне совет по личному опыту. Я не троллю, а серьезно спрашиваю. Готов переписать на тебя часть процентной прибыли, если твой совет делен. Спасибо. Ча. Ща, прыгну с самолета, скажу. Вопрос был, почему бабы такие анскиллы? Ну, на самом деле, вот ты говоришь про доту. А много ли ты знаешь, допустим, дотерж, которые... Насколько ты много знаешь, допустим, женщин, которые настолько же задроты, да, насколько мужчины, даже в ту же доту. То есть, которые, допустим, представь... Это машина? А нет, камень. Бля, как это вообще различать? Возможно, даже вплотную не вижу. Вот, допустим, многие успешные дотеры, скажем так, они играли в доту просто кучу лет. И причем очень много времени потратили. Вот, например, я. Я начинал от своей бытии стримером, как дотер, правильно? Я в свое время был, по сути, чемпионом доты, когда я затрачивал, играл в него по кд. То есть, буквально, самым лучшим дотером в мире. И... Но я играл перед стримами, перед тем, как начать стримить... А, бля, перебивают. Допустим, вот мой пример. Перед тем, как я стал стримером, у меня был опыт доты уже 12 лет. 12 лет. То есть, почему я вообще стал стримером? Потому что черрики охуевали с моего скилла в доту и просили меня стримить за деньги. Вот это вот то, как я стал стримером. Ну, я играл 12 лет, и я затрачивал просто нереальное количество времени. Знаешь ли ты хотя бы одну женщину, которая играла в доту хотя бы 10 лет? Непрерывно. Хотя бы 10 лет. Хотя бы 10. Непрерывно. Потому что... Я тебе скажу по факту. Среди дотеров огромное количество человек, которые играли очень много в доту на протяжении 10 лет. Почти без перерывов. 10 лет. Таких очень много. Добрый пачантик. Бля, я мог его убить. В принципе, я знал, что он даун такой. Почти всю историю человечества у женщин не было никакого образования. Поэтому, ну, сейчас так получается, что как бы женщины во многих делах хуже. Но, вообще, как бы я считаю, что если, допустим, там пройдет 500 лет, вот сейчас типа эпоха феминизма, то есть, да, женщины начинают потихоньку доминировать. Сейчас вот реально эпоха феминизма. Если, ну, женщин не будут набить хотя бы лет 500, то, в принципе, в делах, где только мозги, то женщины будут, в принципе, наравне с мужчинами. Можно как-то упасть четко? Вот это я батя! Я почти не поранился. Видит, я упал. Представьте, в реальной жизни так упасть. Я даже не запрыгнул на эти перила. Я просто, просто как-то ебалом съехал. С перил. А, там бизнесмен спрашивал про мою самоуверенность. Как быть тоже, ну, уверенным в себе. Очень важно никогда не сравнивать себя с другими. Это хуйня, ну и... Почему это... Ни к чему не ведет. То есть, многие люди... Скорее всего, ты. Ты сравниваешь себя с другими. Зачем-то. И ты, я так понимаю, ну, теряешь уверенность. Теряешь ЧСВ. Это один из примеров. Которым ты был какой-то... За такие мысли я тебя и люблю. Так, если операция... Хуйня. Мб просто шлюх юзать. Мне и самому не в кайф заставлять тебя отвечать на это. Просто поговорить в реал ни с кем. Ой, блядь. А хуйня ты там заныкался, черт. У тебя гранат больше нет, надеюсь. Ну, что еще? У тебя еще есть гранат, я труп. Здорово. Между зуба, щелыч. Ты когда посрал, черкаши оставшиеся с сакой смываешь. Иди, блядь. Это не сюда он закинул. А, у меня больше нет боевых. Ну, на самом деле, мне настолько поебать, они собирают ни с кем стреляться. Меня не волнует все движения. Вон чел бежит. Я вон... О, боже. Я думал, что я на Турал, пока не встретил тебя. О, топ-10, ура. Я ворвался в топ-10. Бля, какого хуя? Гранату все закинули внезапно. Откуда она взялась вообще? Ни разу не высунулся, залетела граната. Я ни разу не высунулся даже. Какое все число? Вот сегодня только седьмое число, начало месяца. Но я уже не смогу стримить подряд игры, скорее всего. Потому что стрим-снайперы будут атаковать, и я буду терять много рейтинга. Моцик в начале игры это идеально. Какой же я быстрый! Это просто нечто. Ну, просто скорость. Окей. GG. Maybe стрим-снайпер хоть знает. Сегодня у вас день таких игр по БГ. Потому что, ну, я не могу быть уверен, что это не стрим-снайпер. У меня, ну, паранойя. Мне кажется, что вполне мог быть стрим-снайпер тоже. Тем более, вы сами знаете, как много этих стрим-снайперов. Чили. Кем-ни-пизда, он отхилился. Я умер. Забейте, у меня минус морали. Не хочу уже играть, мне похуй. Не лень. Не, плюс морали не будет. Я не хочу больше на стрим играть. Ну, мне нет интереса. Я не хочу больше на стрим-снайпер.